Привет, доброе утро, друзья! Сегодня у нас 7 мая. Будь здоров, Константин. Сегодня у нас 7 мая, и мы держим путь на наш следующий объект. Это из Капу, Канада, который мы делаем. То, что мы получили пас от Canadian Citizenship. И это находится недалеко от нашего города. И место называется Black Creek Pioneer Village. То есть это деревушка, которая существовала с начала до середины 19 века. И там вроде как все сохранено в этой эпохе. То есть там актеры, которые одеты, ходят по этому. То есть там семьи, ты можешь зайти в дом, и там живет семья, ведет свое хозяйство. И в общем можно делать с ними и хлеб, и пиво они варят, и делают сыр. В общем, куча-куча всего интересного. По крайней мере, такие у нас ожидания, это то, что мы почитали об этом все вместе. И у них открылся сезон сейчас со 2 мая. Это первый уикенд их нерабочий, на который мы едем. Так что едем, посмотрим. Посмотрим, думаю, будет интересно. Изначально он назывался Diesel Pioneer Park. И было буквально там... Это было как хуторок такой, хуторок. И потом, в течение времени, многие здания, которые попадали уже под снос, но являлись таким достаточно интересным архитектурным строительством, архитектурным объектом, перевозились вот в этот виллэдж, и уже там приобретали свой постоянный дом. Там же уже их и реставрировали. И уже как бы это как музей существует. И практически, ну не каждый второй дом, наверное, ну больше, чем каждый второй дом, это привезенный дом. Это не тот дом, который здесь стоял изначально. То есть изначально был хуторок с тремя домами, о котором мы поговорим позже. Кладбище, там буквально еще несколько магазинчиков. В 1860-х годах было принято во многих городах, селах, поселках, чтобы проживали жестянщики обязательно. Как бы в каждом населенном пункте. В основном они делали предметы для дома, для фермы, поэтому, в общем, так сказать, это было как бы маст того века, того времени. В данном случае дом, который мы наблюдаем, это дом, с которого открывается нам Black Creek Pioneer Village, дом жестянщика. И можно видеть, что на первом этаже располагался магазин, в котором можно было приобрести разнообразные предметы для дома, фермы и так далее. А на втором этаже непосредственно его лужи, в котором он и проживал. Мы можем наблюдать амбар, который был построен американским немцем с использованием английских технологий. В общем, там свои разные прибамбасы есть в плане хранения, очистки зерна. Но смысл в том, что это здание здесь стояло изначально. Можно наблюдать, что вот сама конструкция, вот эти все деревянные шпалы и бревна, они лежат таким образом, что между ними есть такие просветы. Эти просветы, в общем-то, не из-за того, что уже, так сказать, старость этого здания, всего этой древесины уже, истаскалась вся, потому что именно вот эта технология позволяла делать вот эти вот проемы, что позволяло, в общем-то, хорошей вентиляции для зерна и так далее, чтобы оно, в общем-то, не портилось. Это то, что называется яблочная мельница. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Вдруг попросят на чилет, и в ют тоже было много места. Здесь горит огонь, да, смотри. Смотри, горит. Видишь, так это работало здесь? Вот здесь они печеньки делают, стряпают. Видишь, как мама делает? Иди туда. Видишь, огонь горит? Вау. Не touch it, да, ты не touch it. Вот так мы стояли. Красиво. Сразу работали и спали. Это Кого-то? Кого-то этот дом? Тысяча восемьдесят, Кого-то? Да, мы капуста шинковают до сих пор. До сих пор на таком их называют. Не пойми! Это Кого-то? Да, шапочка упала. Актриса, девушка, рассказывает нам историю перед тем, как мы зайдем сейчас в отель. Историю этого отеля. На самом деле, этот отель, конечно, не находился здесь. Он находился в Скарборо и он находился во владении семьи. Со временем глава семейства умер. В общем-то, все легло на плечи его жены, супруги и двух дочерей. Так вот, в общем-то, от лица одной из дочерей, вот эта актриса и рассказывает историю этого отеля. Что, в общем-то, конечно, помимо того, что, как и сегодняшние дни, все стремились в большие гостиницы, потому что там больше развлечений, там более апартаменты, так сказать, более комфортные. Все же были и люди, которые предпочитали приехать вот в такой семейный дом и остановиться. Там, где накормят такой вкусной домашней едой и, в общем-то, получат комнату. Старое все просто, сынок. Вот это, наверное, столовая. Это мы зашли в дом, который служил таким маленьким, как это называется, отелем, в котором останавливались. То есть это дом, в котором принимали прихожан. Здесь можно было, наверное, отдыхать тоже одна комната. С часами все, да, я думаю, что здесь воняет немножко, но не таким, но это старое здесь, все дерево, это воняет дерево. Не-не, Иди, Иди, куда? Второй этаж. Это воняет дерево. Это вы не работаете, приедем работать без мяса. Да. Больше. Как с мяса, да? Да. Да. Мари, побываете? А? Да вниз. Да. Ага. Не съедобно. Я хочу передать эту карьеру. Привет. Здравствуйте. Вы можете наблюдать несколько комнат наверху. Там есть маленькие кровати, такие хорошенькие, боже, это все старые. Представляете, эти все кровати, они так все это и стояло. Это не то, что там для иллюстрации поставили Это все настоящие вещи, которым 250 лет Ну, помимо, в общем, горшков, которые, конечно же, под кроватью находятся И вот этих вот кувшинов для умывания Вы можете увидеть, что каждая комната оборудования с кроватью, со стулом, с какой-то тумбочкой То есть все аккомодейшн, то, что называется, есть, присутствуют В общем, эта девушка рассказывает, как это было непросто И как мать заставляла ее, в общем-то, там стирать белье Вот это вот постельное и вот такое Но она это рассказывала со стороны заставляния Потому что на тот момент ей было 15 лет И абсолютно не хотелось этим заниматься Вот такая немножко забавная история Вы можете видеть, что в этом доме, в общем-то, так же и сохранилась вся обстановка Со временем в подвале этого дома сделали уже ресторан и погреб винный Я, к сожалению, туда не смогла зайти, потому что запах был просто отвратительный Он какой-то, вот дерево впитало какой-то такой запах Знаете, не старого дерева или какого-то дряхлого А вот какой-то кислотой какой-то воняло И до просто не мог находиться, он вышел Я попыталась зайти на второй этаж быстренько отснять На втором этаже не такой запах был сильный, как на первом А в подвал я просто не могла спуститься Я не знала, что со мной произойдет Не знаю, как там эти женщины-актрисы работают целый день Находятся, но, в общем, помимо этого всего Я могу вам сказать, что там даже организовывают свадьбы внизу в ресторане делают Поэтому, ну, наверное, может, внизу там не такой запах, не знаю Может, это был день, в который такой был запах Ну, в общем, факт остается фактом Так, отойди, Костя Немецкие, типа They made bike Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Мы увидим школу, которая абсолютно не здесь стояла Ее разобрали просто по кирпичикам, перевезли по кирпичикам же ее и восстановили В таком же состоянии, как она и была Мы можем наблюдать мельницу Мельница тоже не находилась здесь, она была привезена и переустановлена На сегодняшний момент, до сегодняшнего дня Это единственная действующая мельница То есть, если ее включить и завести, то это будет работающая мельница И на сегодняшний день это единственная по Канаде Нет, не по Канаде, по-моему, по Онтарию Мельница, вот каменная мельница, по-моему, правильно я назвала Каменная мельница, которая вот в рабочем состоянии находится Канаде, по-моему, по Канаде, по Канаде Канаде, по Канаде, по Канаде Канаде, по Канаде, по Канаде, по Канаде Доброе утро! 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 Поднимите руками! Доброе утро! Вы видите? И оно в перемот по��bir не в воздухе! Нужно будет в воду! В воду и не в воду? Взву! Взву, вновь! Но осторожней! Удавь! Доброе утро! Если нужно поддерживать! Да! Доброе утро! Доброе утро! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Прогулка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok